Привет, просветители! Думаю, многие из нас сейчас находятся в шоковом состоянии. Кто-то с 24 февраля кому-то реальность постучала в двери с начала мобилизации. Частичной, волноваться не о чем. Это как одна мармеладка из пачки. Подробнее об этой замечательной рекламе вот здесь, в моем посте в Телеграме. Другим же только предстоит столкнуться с изменившимся миром. Завидую. Со своей стороны я могу только продолжить выкладывать ролики и надеяться, что для кого-то это важно. И вы найдете в них частичку поддержки. Пока мы с вами в рубрике «Разговоры о важном со стоповым» рассуждали о таких важных для школьников и, пожалуй, любого современного человека темах, как «Как написать письмо Деду Морозу», «Неожиданное наличие в школах Олимпиад», ну и главная тема этого канала «Кто такие скоморохи?» Мы совсем упустили из виду, что в программу не попал такой важный урок, как «Во всем виновата твоя мать». Да-да, именно твоя. Ну или психосоматика курильщика. Тут уж кому как больше нравится. Просто раз в прошлом году старшеклассникам прямо в школе рассказывали о корежащихся от матогенах, у меня есть отдельное видео на эту тему, то почему бы не рассказать и о всех заболеваниях из-за родителей. Уровень мракобесия плюс-минус тот же. Ну а если серьезно, рассказ об интернет-целителях, наживающихся на больных людях, действительно был бы важным и полезным разговором. Ну а именно поэтому его в программе и нет. Вы о чем? У нас теперь Блиновскую в банкоматах рекламируют. Пару недель назад запрещенная в России соцсеть подкинула мне в рекомендации пост специалиста об аллергии. Я не знаю, как так совпало, но именно в этот момент я сидел с красными глазами, вот таким носом и постоянно чихал. За нами наблюдают. Хотя если вспомнить, что у меня аллергия каждое лето, в Бишкеке сейчас плюс 30, так что да, у меня еще лето. Добрый доктор, практически айболит, обращался к таким же жертвам аллергии, что и я. Ставь лайк, если у тебя аллергия на 2022. У психосоматики аллергии есть два компонента. Первое, драматичное, шокирующее событие. Второе, что в тот самый момент зафиксировал мозг. Цветение, пробегающая собака, определенный запах или звук, вы ели шоколад или что-то еще. Например, вы гуляли в парке с молодым человеком, вокруг цвела сирень, и вдруг он говорит, что вам нужно расстаться. Шок, такого вы не ожидали. Если учитывать, что у огромного количества аллергиков самый веселый период май-август, то можно сделать вывод, что именно конец весны и лета самый пик шокирующих событий. Но только не в этом году. В 2022 аллергия началась еще зимой. Какие могут быть проявления? Покраснение глаз? Я не хочу что-то видеть. Или разлучен с визуальным контактом? Увидел то, к чему был не готов. Тут даже спорить не буду. Всю прошлую неделю открываю телеграм и не верю своим глазам. Отказываюсь на это смотреть. Спасибо, аллергия. Заложен нос. Мне не нравятся эти отношения. Не нравится, как это пахнет. Или обстановка накаляется. Как-то мы быстро от отношений к накаляющейся обстановке перешли. Но с другой стороны, все как в современном мире. Да и вы специалист, вам виднее. А вы точно продюсер? Першение в горле. Сильный страх. Я не знаю, как реагировать. Слабость в теле. Бессилие. Я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Кожа. Конфликт тактильного разделения. Я разлучен со своей любовью. С теплом в своей жизни. Ну, хоть тактильного разделения у меня нет. А то, судя по моим симптомам, я и дышать, и смотреть, и чувствовать ничего не хочу. Но зато с тактильным разделением все в порядке. Окей, мы разобрались. У меня не жизнь, а сказка. Что с аллергией-то делать? Найти свою причину аллергии и проработать ее можно на практикуме не верить, а проверить. Этой теме отведен отдельный блок. Вы получите необходимые инструменты, индивидуальную поддержку куратора, который поможет найти и отработать ваши треки. Кто-нибудь сомневался, что нам сейчас предложат наши деньги? Эээ, треки. Отработать. Позволить аллергии дальше управлять вашей жизнью? Или разобрать каждый свой симптом, отработать конфликт, выпустить эмоции и выключить защитную реакцию тела? А можно мое тело еще немного позащищается? Хотя, с другой стороны... Стоимость 6500, но скоро вырастет. Пишите в директ, хочу на практикум. И я пришлю подробную программу и ссылку на оплату. Даже ссылку на оплату пришлет. Где еще такие условия? Естественно, я парень не промах, поэтому уже приготовился переводить деньги. Все равно Дед Мороз в январе еще подарит, после моего-то письма. Уважаемый Дедушка Мороз, в этом году у меня только одна просьба. Зачем мне Дед Мороз? Я могу сразу нужно имя записать. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Но потом подумал, у меня же аллергия с самого-самого детства. Неужели я прям с детского сада отказывался на что-то смотреть или к чему-то прикасаться? А потом вспомнил. Благо, этот доктор не первый. Пихосоматолог в моей жизни и на этом канале. Любая болезнь изначально психосоматика и идет из головы. Болезни до пяти лет это психосоматика наших родителей. Мы как дети берем все на себя, чтобы помочь маме справиться с проблемами. Так что тут вопросы не ко мне, а к маме. А вообще удобно. Ты весь такой непроработанный и неосознанный. Награждаешь своего ребенка целым букетом болезней. Петенька, скажи маме с папой спасибо. Не дай бог еще и хронических. Медицина по мановению волшебной палочки помочь не может. Врачи-грачи. А тут умный дяденька с полумиллионом подписчиков. Лично готов в личку же ссылку отправить. Почта России не иначе. Павел, вы такой... Да заткнись ты уже! Тебе что, шеститысяч на ребенка жалко? Тебе мало, что ты его практически инвалидом сделала. Ну-ка быстро на семинар. Если вы посмотрите на меня, то думаю быстро поймете, что у меня не только с аллергией проблемы. Так, стоп. Не надо мне в комментариях пытаться и диагноз поставить. Я про зрение и очки. На мать с отцом тут вину спихнуть не получится. Черт. Так как зрение у меня ухудшилось в десятом классе. Сам виноват. Но добрый доктор пихосоматолог и тут не оставит подписчиков в беде. Четырехглазые. Внимайте. Отслоение сетчатки. Происходит, когда в вашей жизни возник сильный страх, идущий из прошлого. Либо от события, на которое я не могу повлиять. Звучит как максимально логичное объяснение. Студенты-медики, вы там не еще живы у экрана? Хотя над медиками сейчас лучше не шутить. Конъюнктивит. Конфликт визуального разделения. Возникает, когда происходит потеря значимого человека из виду. Например, подруга переехала в другую страну. Судя по пробкам на границах Казахстана, Грузии и Монголии, еще про Финляндию забыл, за прошлую неделю тысячи семей массово конъюнктивит подхватили. Ячмень. Конфликт загрязнения. Осквернение. Возникает отвращение от того, что я увидел. Как грязь, от которой я хочу очиститься. Допустим, ребенок видит частые ссоры родителей. Я же говорю, родители во всем виноваты. Косоглазие. Конфликт обесценивания, поскольку задействована мышца. Нельзя или невозможно смотреть вверх, вниз или по сторонам. Нужно уводить глаза от этого, либо происходит что-то важное, что нельзя упустить. Например, папа меня ругает, поэтому я отвожу глаза. Близорукость. О, моя остановочка. Человек не хочет видеть то, что происходит вдали. Опасно смотреть вдаль, в будущее. Например, измена, страх, развод родителей. Человек чувствует себя изолированным. Ему не хватает того, кто находится вдалеке. Это может быть человек, событие, состояние. Так, мне не изменяли, хотя кто его знает. Родители развелись задолго до моего 10 класса. О будущем я всегда любил думать. Но вот когда я читаю подобные посты и вижу количество лайков под ними, у меня действительно возникает чувство изолированности. Мне действительно начинает казаться, что у меня у одного есть мозг. Дальнозоркость. Есть потребность увидеть, что находится на расстоянии, в будущем. Человек не может увидеть кого-то или что-то вдалеке. Мне нужно смотреть вдаль, потому что там опасность. Я фиксирую внимание на том, что вдалеке, чтобы ничего не произошло. Например, у мужчины есть угроза бизнесу. Нужно держать фокус внимания. Что же там будет? Какие события? Но давайте признаем, шанс того, что человек купит супер-бупер-марафон просто из-за дальнозоркости, не особо велик. Поэтому пихосоматологам нужно какие-нибудь более серьезные проблемы решать. Например, что-то у меня лимфоузлы воспалились. Когда мы говорим о заболеваниях лимфатических узлов со стороны психосоматики, то здесь будет такое состояние. Обесценивание плюс глубокая тоска. Страх перед будущим, страх перед неизвестностью. И в зависимости от расположения лимфоузла будет разная тональность обесценивания. Ставь лайк, разберем подробнее. Лайк не поставлю, но обязательно разберем. Узел под левой мышечной впадиной означает, я была плохой матерью, отцом, и теперь будут последствия. Вот понимаете, именно под левой мышечной впадиной. А если под правой? Последствий уже не будет. А если нет детей? Все равно плохой отец. Если с вашей левой мышечной впадиной все в порядке, возможно, у вас есть дерматит, или проблемы с щитовидкой, фиброденома. Что, нет? Хорошо, конечно. Но если проблемы все-таки появятся, вы знаете, куда направить 6,5 тысяч. Доктор обещает избавить от этих заболеваний всего за каких-то 10 дней. Полезай в тетрадку. В каждом подобном ролике я продолжаю задавать один и тот же вопрос. Почему у этих товарищей все еще нет Нобелевской премии? Это, наверное, заговор родителей, которые не хотят, чтобы их дети здоровыми были. Естественно, гуру из сети не может именоваться настоящим пихосоматологом, если не расскажет нам о раке и опухолях. Это же золотая жила. Киста в груди. Заболевание может появляться, когда есть так называемый конфликт раздора в гнезде. Тревога за партнера, родителей, детей и их будущее. Переживание, что нет ребенка. Также на фоне семейных конфликтов. Киста в матке. Матка – орган, который нужен для реализации женского начала. И базовое чувство при этом заболевании – нет безопасности, стабильности, уверенности в себе, партнере, в своем доме и семье. Стоит упомянуть, что разобраться со всем этим добром можно правильно за 6,5 тысяч рублей. Благодаря индивидуальному подходу, четко выстроенной программе и сопровождению специалиста вы сможете решить свой запрос и начать свой путь к здоровью. И это последний шанс присоединиться к курсу по самым низким ценам. Еще и шанс последний. Господи, что же делать, что же делать? У меня, конечно, нет матки, но вдруг появится. Бронхи. Состояние, когда вторгаются на мою территорию. Люди, которым не хватает свободы. Вы давите на меня. Возможно, в детстве их лишали своего мнения, жизненного пространства. Сейчас им этого не хватает. Вот помнишь, тебя в детстве на улицу не пустили гулять? Вот теперь у тебя и проблемы с дыханием. Петенька, скажи маме с папой спасибо. Гастрит. Не принимаю этот мир. Несправедливость, обида, болезни суставов. Страх двигаться вперед, реализовывать свои возможности. Заболевание кожи. Конфликт контактов. Потерян жизненный важный контакт. Не хватает любви, опоры, поддержки. Или разлучен с собой. А есть хоть какое-нибудь заболевание, которое не связано с психосоматикой? Ах да, забыл. Вообще, если задуматься, то пихосоматика курильщика... Еще раз, я не отрицаю, что существуют психосоматические состояния. Но мы сегодня говорим об альтернативной, очень альтернативной медицине и анатомии. Так вот, психосоматика настоящая золотая жила для специалиста бессовести. Ну, к примеру, обращается вам человек с проблемами печени. А вы ему... Страх остаться без денег равно заболевание печени. Что, у нас так много людей, которые вообще не боятся нищеты? Не боитесь? Но хоть немножко, наверное, переживаете? Вот видите, надо проработать. Что? Суставы болят? А в вашей жизни есть что-то, что причиняет дискомфорт? Нет. Но если подумать, что-то в принципе же могло причинять вам негативные эмоции? И я об этом. Видите? Непроработанные страхи будущего. 6500. Мегрень. А у вас были плохие отношения с матерью? Хорошие? И что, она вас даже никогда не обижала? Нет. Но была же ситуация, когда вы вспылили и сказали ей что-то грубое в ответ. А я о чем? Вы не проработали чувство вины перед матерью. И оно теперь давит вам на мозжечок. С вас 6500. Ну а с вас лайк, подписка и какой-нибудь позитивный комментарий. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь.